Я по году рождения змея и как бы хотела достаточно давно завести необычного экзотического питомца. Змею перевозить нельзя в самолетах, это запрещено. И любую экзотику на самолетах нельзя, только кошек и собак, даже там черепаху, ничего подобного. А если говорить о вариантах привоза сюда экзотических животных, которыми пользуются в основном все жители нашего города, это ЖД и это автомобиль. Это называется морфа, вид змеи. Называется правильно ринг-офис-буланже или носатый полос. Почему выбор такой? Ну, во-первых, мой любимый цвет зеленый. И когда по интернету я изучала морфы, предложенные конкретно в Москве, потому что не все змеи в России доступны, задачи были такие. Главное, безопасная, не ядовитая, очень спокойный вид, потому что много друзей с детьми, у меня все дети ее по рукам перетаскали уже. И, скажем так, за счет этого сузился круг выбора, там до буквально 30-40 морф, и среди них я посчитала, что это самое симпатичное. Плюс за ней очень интересно наблюдать, потому что в новорожденном ее виде они очень невзрачные, такие серо-болотные. И только к половозрелому возрасту перецветают в такой кислотно-зеленый оттенок с голубым пузиком. Там у нее очень красивое голубое пузико и очень симпатичный рог, который кажется острым, но на самом деле он очень мягенький. Змея не чувствует любви к человеку или к своему хозяину совершенно. Единственное, что змея может ощущать, это безопасность от запаха. То есть у них есть орган чувств на кончике языка, поэтому, собственно, они постоянно язычком ощупывают пространство. И, например, если мы будем стоять в большой толпе друзей, и я дам ее в руки, и при этом буду находиться рядом, она переползет ко мне в руки, потому что для нее запах моего тела равно безопасность. А запах тела других людей небезопасно. Она не агрессивна совершенно, но старается оттуда как можно быстрее слинять с чужих рук. Нет совершенно подобной ревности ни у мужа к змее, ни у змеи к мужу. Она прекрасно по его компьютерному столу ползает, прячется и может там затаиться часа на два. Нет, она абсолютно равнодушна к, наверное, любому человеку, в том числе и ко мне. Но они никак не поддаются дрессуре. Единственная вот возможность – это часто держать на руках, чтобы у нее выработалось чувство безопасности, чтобы это не было для нее страхом. И тогда она становится абсолютно ручной и тактильной, и спокойно вот вьется у меня на руках. И никуда, в общем-то, убежать не собирается. Тактильно она очень приятная. Это не скользкое, мерзкое какое-то существо. И даже у тех людей, у которых есть фобии, если они эту фобию преодолеют и возьмут в руки, они почувствуют, что это достаточно приятный такой антистресс, я бы сказала, на ощупь. Если что касается душить, у меня тоже душащий тип змеи, вид не кусающий, а именно душащий тип. И учитывая, что она просто мелкая, это мелкая морфа, мелкая разновидность, единственное, что она может задушить – это мои пальцы, вот как сейчас. Вот здесь такой тонкий момент – собака или змея. Ну вот, учитывая, что у меня и то, и другое есть в наличии, собаку нужно кормить каждый день, ухаживать, вычесывать, дарить какие-то вкусняшки. Но это ежедневный ход. А вот для змеи, змею нужно кормить во взрослом возрасте приблизительно раз в 3-4 недели. Соответственно, раз в 3-4 недели она кушает, раз в 3-4 недели она ходит в туалет. Вот, что очень удобно с точки зрения того, что не нужно ухаживать за террариумом и так далее. Ну, в том числе и питание, так называемые кормовые объекты, это приобретается там раз в неделю и всё, стоит там 250 рублей. А вот, например, содержать террариум красивый – это уже выбор владельца, потому что я знаю, что кто-то держит в пластиковых контейнерах, перфорированных, специальных контейнерах. Но, скажем так, в ограниченном пространстве достаточно просто. Есть грунт, постилка, есть какие-то укрытия, поилка, и этого достаточно. И это действительно для змеи достаточно, они нетребовательны. В моём случае и в случае людей, любителей, отнестись к этому серьёзно и создать максимально похожие условия, ну, как бы для жизни змеи, похожие на дикую природу – это большой террариум пространств. Ну, так, чтобы такое было… Вот у нас, допустим, метровый террариум большой, в нём сымитирована вся природа, натуральный грунт и так далее. Вот такой террариум стоит, ну вот на данный момент, со всем декором, со всем наполнением, качественным, хорошим, который пищевой и невредный, ничего там не выделяет, никаких химии и смол, это плюс-минус около 100 тысяч. То есть это единоразовое приобретение дорогого предмета для жизни питомца, который, казалось бы, стоит всего 9 тысяч рублей. Змея реагирует на перепад температур. Если в квартире холодно, на удивление, для севера это в основном летом. Летом у нас отключают отопление, и летом у нас холодно, зимой у нас достаточно тепло в квартирах. И когда температура падает, ну там, условно говоря, до 20, например, градусов тепла, змея просто застывает на одном месте и много дней ждёт, пока потеплеет. Чтобы сымитировать ей условия тепла, есть греющие коврики, которые стелятся и крепятся к дну террариума и поддерживают постоянную температуру. На Ямале змеи чувствуют себя вполне комфортно, потому что в квартирах тепло, отличный температурный режим, и для них нет необходимости впадать в спячку, и переживают они всё это очень-очень комфортно. Вот тут такой тонкий момент. Я кормлю её мышками. В дикой природе данный вид питается мышками, мелкими грызунами и лягушками. Вообще они обитают в Южной Корее и Китае на рисовых полях. Но здесь, в Надыме, есть возможность доставать только мышек. И так как я очень сильно люблю животных и никогда бы не смогла кормить змею живыми мышками, сейчас есть зоомагазины, ветеринарные, всеразличные клиники, в которых есть продажи замороженные мышки. Они продаются по размеру, их называют кормовыми объектами, подбираются по размеру змеи, поменьше, побольше, крупнее. И вот крысы, мыши являются основным кормом, размораживаются в естественной температуре комнатной, и достигая комнатной температуры, просто пинцетом дразнешь змею, и она, рефлекс срабатывает, что это что-то живое, и она ест. Я знаю пятерых лично, с кем мы созваниваемся, с кем я советуюсь, когда случаются какие-то ситуации, с которыми я ранее не сталкивалась. У кого-то это было, у кого-то не было. Ну, в общем, мы обмениваемся опытом буквально по звонку телефона. Все очень идут навстречу, контактные люди, потому что, наверное, все рано или поздно оказываются в какой-то ситуации, в которой раньше не были. Тем более, это экзотика. Простуда у змей бывает при очень сильном сквозняке, и как бы ни казалось смешно, но это воспаление легких. Это основной их вид заболевания. И так как здесь нет ветеринарной клиники, которая могла бы прочистить носовую полость, пришлось покупать детский ингалятор, растворять там антибиотик и сажать ее в маленький контейнер, где она им дышала этим антибиотиком. Это мне подсказали в питомнике, после чего я, естественно, об этой истории рассказала ребятам, которые тоже содержат экзотических животных, вдруг им пригодится. Как оказалось, змея действительно была простужена. Через 3-4 вот такие манипуляции она закрыла рот и начала дальше дышать носом. Поэтому всех призываю, владельцев экзотики и не только, очень сильно ответственно подходить к выбору домашнего животного.